МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Выходные – это как глоток свежего воздуха после насыщенной трудовой недели. Мы предлагаем вам переключиться в режим отдыха вместе с нами. О том, что мы подготовили вам в сегодняшнем выпуске, мы расскажем вам прямо сейчас. Эмоции через цвет и форму. В чем уникальность работ французского художника Андри Матисса? Опера – как маленький спектакль. Каким содержанием наполнен этот вид искусства в исполнении болгарской певицы? Современное искусство базируется на простоте. В рубрике «Крупным планом» – выставка литографий Анри Матисса «Взгляд». Его работы находятся в крупнейших музеях мира. Ими восхищаются миллионы людей. Правда, не все их понимают. Говорят, в простом заключается сложное. Во всем этом мы постараемся разобраться вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже показывали ранее в Тамбовской картинной галерее испанских художников. Сейчас у нас будет цикл серии французских художников. И мы открываем эту серию выставкой Андри Матисса. Мне нравятся художники с очень громкими звучными именами. Люди неординарные, яркие, свободные. И мы делаем выставки крупномасштабные и с мировыми именами. С музыкальной точки зрения джаз – это вообще свободная техника, свободное направление в музыке. И сами знаете, что джазмены – это самые свободные, наверное, музыканты. Так же и здесь. А эта выставка отражает свободу художника, безусловно. Так же, как и в музыкальном направлении. Он здесь самовыражался в полном своем объеме. И выразился тут весь внутренний свой музыкальный мир. Именно она не случайно называется джаз, эта серия. Он написал книжку и ее проиллюстрировал. Это единственное было произведение, которое он написал именно. И которое проиллюстрировал сам. Я очень люблю серию джаз в этой выставке. Я могу ее выделить. И мне даже, в общем-то, с гордостью можно об этом рассказать. Потому что это аппликации. Они возвращают в детство. И при своей, на первый взгляд, кажущейся простоте, они выполнены, безусловно, очень высоко, с высоким мастерством художника. Потому что они были выполнены практически в конце его жизни. Матисс – один из самых моих любимых художников. Все всегда спрашивают, почему. Потому что с его творчеством я столкнулась в ранней-ранней молодости. А вот все, что так, когда сталкиваешься в ранней молодости, то оно, по-моему, остается на всю жизнь. Еще в школе ездила в Петербург, тогда еще Ленинград. В Эрмитаже купила альбом «Рисунки Матисса». Они меня поразили тем, вот я всегда думала, как можно одной линией изобразить все, что задумано. Или это портрет, или это фигура, или это сюжет. И все одной линией. Я подумала, что это просто верх совершенства, и такого в жизни не бывает. Говорят, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, невозможно. И вот теперь я думаю, что вот ему как раз это было возможно. Он занимался, он не зацикливался, нельзя сказать, что он пейзажист, портретист. Ему было подвластно все. И он занимался в разное время всегда любимым делом. Совершенно своеобразно он подходил к изображению портретируемых. Для него совершенно портретное сходство было даже не на втором, а на каком-то третьем-десятом плане. Хотя портретное сходство всегда присутствовало. Но он хотел запечатлеть в портрете то впечатление, то чувство, которое он испытывал, когда писал этот портрет. Его работы настраивали на теплоту, на уют, на эстетику. И то это было для него очень характерно. Умел просто линиями, а их и характер, и вот то, что он чувствовал. И изобразить все вот такими вот такими штрихами, линиями. Ничего лишнего. А работа состоялась. Картина должна приносить удовольствие. Вот он эстет. Он сам по себе мыслитель, спокойный. Я это все чувствую в работах. У него всегда яркие работы, но они не напрягают. Вот в чем дело. Не напрягают. Иногда прям бьют в глаз. А у него не напрягают. Здесь он вообще делает растушевку. Да, здесь он вот так, как будто, ты знаешь, из тумана фигура выползает у него. Вот смотри, как он равновесит малиновый и такой бирюзово-зеленоватый, цвет морской волны. А оно же должно быть в гармонии. И он берет и на лице тоже оставляет эти пятна. Но они не ахальные. Они вот, понимаешь, гармония чувствуется. Дети очень любят его работы. Когда из различных цветовых кусочков бумаги складывается какая-то интересная сюжетная аппликация. А так как дети вообще любят это, то мы даже на этой выставке предполагаем, что мы, проведя с детьми какие-то мастер-классы, будем пытаться привить любовь к творчеству Матисса. Тамбовская картинная галерея, она соответствует всем требованиям по технике безопасности, по площадям, по организации. Потому что все эти выставочные проекты, они требуют очень много вложений сил, денег и энергии, и технических требований, безусловно. Тамбовская картинная галерея всем этим требованиям отвечает. С ними очень приятно сотрудничать. Мы уже дружим много лет. Людям все равно интересно. Ведь где еще можно найти, чтобы вот так собрано было 150 произведений в одном зале, где можно сравнить работу одну с другой, где можно во все творчество погрузиться. И еще когда расскажет тебе экскурсовод, я думаю, выставка будет пользоваться интересом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что лучше, слушать оперу или ее исполнять, мы узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорю с ошибками, но надеюсь, вы будете понимать все. Моя семья вообще не музыкальная. Они, конечно, очень любят музыку, но они не профессиональные музыканты. Я просто так выбирала свой путь. Нет от семьи, а просто потому что очень рано я познакомилась именно с музыкой, я влюбилась в музыку. Очень маленькая была, когда я выбрала именно этот путь, это направление в искусство, в творчество. Я влюбилась в опера, в оперных героев, роли, которые, женские образы, и поэтому я выбирала от очень маленького возраста, чтобы я знала, что стану оперной певицей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семьи я пела раньше в один из самых хороших и известных хоров Болгарии, который ездила во всему миру. И оттуда я начала любить именно музыку, а потом и опера в частности. Оперы, он, это единственный жанр, стиль, который сочетает в себе все искусства. И сценография, и танцы, и музыка, пение, и инструментальная музыка. А через опера можно сохранять архетип каждого народа. И можно увидеть всякие взаимоотношения, взаимствования от реальной жизни раньше. И в Италии, и в русской музыке тоже немецкой, вообще везде можно ощутить именно взаимоотношения, как люди жили раньше, через оперу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня вообще нет разницы, на какое место я пою. Есть же значение именно, что я исполняю, какое произведение. Я попытаюсь вникнуть в образ, чтобы передать зрителям. Людей разные, они ощущают со своим сердцем по-разному, разная музыка. Так что это абсолютно такой процесс, который, как могу изразиться, который строго индивидуальный. Я люблю и народную музыку, даже иногда и такие смесленные с телой рок и опера есть, эстрадные, вообще всякие. Ну, обычно опера. К сожалению, опера стала такой жанр, более визуальный эффект. Сейчас важнее режиссера и игра, и визия, как будет выглядеть это. А нет именно музыка. На преданном плане именно форма, визия, как выглядит. А нет послания, к сожалению. Ну, надеемся все, что будет в будущее, музыка будет на преданном плане. Мне очень понравилось такой душевный город, хорошая атмосфера. Вообще и усадьба, впервые я здесь. Мне кажется, что очень интересное место для меня, связанное с историей, и с архитектурой интересная, вообще атмосфера. Так что, надеюсь, у меня будет возможность ошутить побольше людей и атмосферы в Тамбове. Как одна девчина любит коня, поручно станет, облетает свет, по любому дебичь не проходит дни. Время быстротечно, и наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе, в пятницу, на канале «Новый век». Свободное от работы время.